МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире состоялось очередное заседание Национального собрания Республики Западная Армения. Прокуратура Турции потребовала прекратить уголовное дело против преступника, убившего Гранта Пинка. Нарушение прав человека, политзаключенные, этническая чистка армян-арцаха. Статья Зе Гвартен. Археологический музей Тигранакерта. 125 лет со дня рождения великого писателя Акселя Бакунца. Церковь Суп-Степанос, притвор, крепостные стены и пристойки монастыря Зорат будут благоустроены. Два вице-чемпиона на чемпионате мира среди наших юниоров до 20 лет. 12 июня состоялось очередное 24-е заседание Национального собрания Республики Западная Армения. Со вступительной речью выступила председатель Национального собрания Западной Армении Нелли Арутюнян. Председатель Национального совета Западной Армении Армена Кабрамян представил подробный анализ договора, касающегося вопросов интеллектуальной собственности, генетических ресурсов и традиционных знаний в ООН коренного населения и государственности Западной Армении, оккупации наших территорий, в том числе Республики Арцах. Вторую часть заседания посвятили событию, которое состоится 23 июня текущего года, именно в 8-й годовщине Северского договора, ратифицированного президентом Республики Западной Армении. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Участники заседания обсудили текущие вопросы повестки дня. Прокуратура Турции потребовала прекратить очередное уголовное дело, возбужденное против преступника Огюна Самаста, убившего главного редактора Константинопольской газеты ОКОС Гранта Динка. Отметим, спустя 16 лет заключения за хорошее поведение Самаст был досрочно освобожден, после чего против него было выдвинуто новое обвинение. На этот раз Самаст получил обвинение в совершении преступления от имени организации, несмотря на то, что членом вооруженной террористической организации не был. Британское издание The Guardian в преддверии саммита ООН по изменению климата опубликовало обширную статью о нарушениях прав человека, содержании политзаключенных в Баку и этнической чистке армян Арцаха. Баку – авторитарное государство, где ограничены средства массовой информации и гражданские свободы. Одна из самых коррумпированных стран в мире. Издание ссылается на Human Rich Watch, согласно которой за последний год было выявлено по меньшей мере 25 случаев ареста или осуждения журналистов и активистов, почти все из которых остаются под стражей. Баку также обвиняют в содержании политзаключенных, отмечается в статье. Бывший генеральный директор Юни Левер Пол Полман, который в настоящее время проводит кампанию по климату и правам человека, сообщил изданию, что также хочет использовать саммит как возможность для международного сообщества говорить об отношении Баку к заключенным, в связи с чем у него имеются серьезные опасения. Археологический музей Тигранакерта расположен в Аскеранском районе Республики Арцах. В музее представлена история изучения города Тигранакерт, основана в Арцахе армянским царем Тиграном II Великим и найдены в ходе раскопок материалы. В ходе 44-дневной войны Тигранакерт стал зоной обстрелов противника. В результате археологический памятник Тигранакерта был полностью разрушен. Усилиями властей Арцаха и исследовательской группы Тигранакерта коллекции музея были эвакуированы и ныне находятся в безопасном месте. До войны музей был одним из главных направлений культурной политики Арцаха. Открытие музея при раскопках памятника в Арцахе было новой практикой. Первым примером стал Тигранакерт. Музей посещали около 30 тысяч посетителей в год. Регулярно проводились разнообразные культурные мероприятия, интеллектуальные игры. В последние годы в Тигранакерте отмечали праздник Вартавар. В музее Тигранакерта были выставлены лучшие образцы предметов, найденных при раскопах, начиная с 2005 года. По случаю 125-летия со дня рождения известного писателя, прозаика Акселя Бакунца, группа писателей, представителей сферы культуры, возложили цветы к памятнику писателя, установленного в Ереване возле дома, где жил и творил с 1927 по 1936 год Аксель Бакунц. Произведения Бакунца снимают, пересказывают на художественный лад. Поэт-переводчик Шанг Макрчан считает Акселя Бакунца автором, оставившим богатое литературное наследие XX века. К 125-летию Бакунца будут организованы множество мероприятий. Состоятся презентации анимации Астамадяна «Фортрет Бакунца и матери приложения Орлопа» и посвящен Акселю Бакунцу специальный выпуск газеты «Сюнац Еркирш». Начаты работы по укреплению, реставрации и благоустройству притвора крепостных стен и пристроенных жилых помещений в церкви Сур-Сепанос монастыря Зурац Вайотзора. Церковь Зурац находится в селе Егерис в Вайотзорской области. Егерис – одно из известных средневековых поселений Сюника. С первых десятилетий IX века до середины XII века он был политическим центром Вайотзора, одновременно играя важную роль в политической, социально-экономической и культурной жизни сюникского мира. Начиная с первых десятилетий IX века вплоть до середины XVII века был политическим центром провинции Вайотзора. Церковь Зурац – один из уникальных памятников средневековой армянской архитектуры. Строение имеет уникальную архитектурную композицию, не характерную для традиционных армянских церквей. Алтарь построен выше, чем обычно. Причина в следующем. Церковь служила для отправляющихся на войну войск. Воины могли получить благословение перед отъездом. Два вторых места на чемпионате мира среди наших юниоров до 20 лет. 17-летний шахматист Эмин Оганян набрал 8,5 очков из 11 возможных и разделил первые и вторые места с представителем Казахстана. По дополнительным показателям шахматист стал серебряным призером. Член женской шахматной сборной Мария Макарчан, не потерпев ни одного поражения, набрала 9,5 очка из 11 возможных и завоевала серебряную медаль. Отметим 20-летняя Мария Макарчан, международный мастер среди женщин, чемпионка чемпионата Восточной Армении среди женщин 2022 года и чемпионка мира и Европы по шахматам среди девушек до 18 лет. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!